Неделя спорта Эльвина Губайдулина Анатолий Терехов В рамках церемонии открытия Всемирный штаб-квартира Кукивон Порадовал своим мастерством всех любителей тэквондо Зал буквально взрывался от аплодисментов Перед началом турнира Мастера спорта России по тэквондо Юлия Мюц и Роман Лещов Вместе с послом Республики Корея Произнесли торжественную клятву И дали старт соревнованиям Турнир проходил по особой системе В каждой команде по пять спортсменов А поединки между ними делятся на два раунда В первом бойце выходит один на один Строгой последовательности На схватку им отводится по четыре минуты Во втором раунде Тренер имеет право заменить спортсмена На другого члена команды В любой момент боя Такая схема позволяет выявлять Не только сильнейших представителей команд Но и добавляет зрелищности и интриги к поединкам Движение по турнирной таблице Давалось трудом даже сильнейшим Во время поединка Одна из команд может совершить Отрыв 20 очков А потом за одну минуту проиграть 10 С такой ситуацией столкнулись Женские команды Москвы и Московской области В борьбе за третье место Спортсменки из Подмосковья сначала вели в счете Регулярно нанося точные удары по соперницам Однако москвички нашли слабое место своих оппонентов И в последнюю минуту вырвали победу Бой за третье место было тяжело Потому что первый предварительный поединок Мы, к сожалению, проиграли До золотого балла Так что серьезно настраивались на победу Хотелось войти в призы Мужские поединки были не менее интересными Спортсмены быстро и четко подбирали Правильные приемы для устранения соперника Так в бою за третье место Сборная Москвы встретилась с Приволжским федеральным округом И показала хороший результат Заслужив почетную бронзу Провели плотную разминку Провели тренировочные спарринги с партнерами Вошли в кондицию, чтобы быть готовыми выступать В финал прошла вся сборная Татарстана Особо зрелищный бой состоялся между талантливыми токвандистками Татарстана И Центрального федерального округа Хозяева площадки вырвали заслуженную победу И забрали кубок посла Республики Корея Мужская же сборная в финале уступила Самарской области И завоевала серебряную медаль турнира Ильвина Губайдульна, Анастасия Павла Неделя спорта Итак, мы продолжаем программу Неделя спорта И сейчас мы будем говорить о спорта-киаде Первого курса Казанского федерального университета И у меня в студии сегодня наш Спортторг Спортторг, Институт социально-философски Нука массовой коммуникации Денис Давыдов, Денис, большое привет Привет, Рам Люблю, когда ты у нас появляешься в студии В разных амплуатах Это защитник сборной Казанского федерального университета Это Спортторг, то ты Нападающий Да, 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 да Абсолютно верно Итак, сейчас мы с тобой поговорим о спорта-киаде Как известно, три вида спорта уже прошли И прежде чем мы начнем этот разговор, друзья Турнирная таблица по истечении трех видов спорта В большой группе первое место занимает набережный Челнинский Институт КФУ У них в активе 51 очко На втором месте Институт управления экономики и финансов У них 50 очков На третьем месте юридический факультет У них 40 очков Институт социально-философских и массовых коммуникаций Замыкает большую группу У них в активе всего лишь 26 очков В малой группе институтов На первом месте Институт геологии и нефтегазовых технологий У них 37 очков На втором Институт физики 32 очка Замыкает тройка произвелов Высшая школа информационных технологий И интеллектуальных систем У них 31 очко Остальные результаты вы можете видеть прямо сейчас у себя на экране Итак, Денис, три вида спорта позади Как спорторг, как оцениваешь работу своих первокурсников? Уже третий год, к сожалению, мы не выходим в призовые места Не знаю, с чем это связано Потому что, казалось бы, нам с каждым годом поступают все больше и больше первокурсников Но, как оказалось, журналистов у нас намного больше, чем самих спортсменов И на спортивных журналистов на соревнования ПРУ приходит больше, чем самих спортсменов Можно сказать, наверное, что нам, как институту, в котором не так много спортсменов Нужно делать точечный и качественный отбор То есть практически каждого человека мы должны опросить Если в институте, например, экономики Можно опросить процентов 70 всех студентов Из них, из этих 70% уже будет процентов 30-40 спортсменов И выбор у них будет огромный, и у нас Среди 400 с лишним первокурсников нужно опросить каждого И из этих 400 с лишним может оказаться буквально порядка 10 хороших, качественных спортсменов Которые могут бороться с призовые места Хорошо, а давай по поводу шахмат Ведь не особо такой активный вид спорта Ну и травмоопасный в то же время иногда бывает Вроде бы, как бы, наш институт подходит под шахматы Конечно, математикам мы уступаем Но могли бы подняться выше седьмого места Да, но в прошлом году мы также остались За гранью плей-офф, за гранью восьмерки В этом году мы также двенадцатые К сожалению, у нас не выступало То количество разрядников, которые мы хотели иметь У нас не был вообще профессионал Профессионал в этой сфере К сожалению, я узнал за день после соревнований Что у нас есть студентка первого курса Которая КМС по шахматам и шашкам Но, к сожалению, это было поздно Мы проводили отбор специально по шахматам В начале сентября На него не пришла ни одна девочка Поэтому мы уже находили девочек так Как посчитали нужным Опрашивая в соцсетях И оказалось, это девочка, которая КМС не такая активная Которая не написала мне Которую я сразу не нашел И узнал только через человека, который ее знает Поэтому в этом, конечно, было мое упущение Что я раньше про нее не узнал Но, говоря про шахматы Это у нас гуманитарный институт все-таки И шахматы, наверное, более для тех, кто обладает аналитическим кладом ума Это математики, физики, ВМК, тот же ИТИС И я удивился, конечно, в первую очередь Что физики показали не тот результат, наверное, на который они рассчитывали Потому что они остались за грани призовых мест А что касается нас, но я не считаю, что мы были фаворитами в шахматах А в ГТО? В ГТО в прошлом году мы были пятыми В этом году восьмые Не могу сказать, что этот результат хороший Потому что, ну, хотя бы в пятерке, я думаю, мы быть могли У нас были люди, которые хороши в отдельных нормативах Например, у нас парень показал растяжку 2 за 8 сантиметров Это очень хороший результат Даже девочки, далеко не все могут так сделать У нас парень показал количество подтягиваний 19 Не скажу, что это супермного Но там был очень суровый преподаватель, который оценивал количество подтягиваний И 19 сделать с ним, это очень много И, кстати, многие жаловались, многие были недовольны, что они потянулись, допустим, раз 20 А засчитали им только 10 А он смог потянуться 19 чистых Поэтому это было хорошо Но в комплексе, то есть совещать все 4 норматива И на высоком уровне сделать у них не совсем получалось И тем более в командном зачете все это учитывается И если какой-то норматив один проваливается, другой делается хорошо Все учитывается в комплексе И поэтому, ну, если по каким-то отдельным нормативам мы могли бы быть в тройке То в сумме, к сожалению, это не получилось Ну вот смотри, прослеживается тогда такая тенденция То, что из первого курса в наши основные сборные, ну, мало кто попадет Потому что результаты у них получаются хуже, чем у прошлого поколения На самом деле, казалось бы, да Но если оценивать по прошлым годам То взять, допустим, два года назад, когда я был сам студентом первого курса У нас никто ничего призового не занял Но из нашего курса многие играют в сборных Не только в институтном, но и КФУ Если взять футбол, то это сразу три человека Это Данил Холстадинов, воротарь Иван Евсеев Нападающий и я Если взять прошлый курс, то они также не показали никаких результатов Но у нас там играет и Максим Евстафьев в сборной КФУ И Памини по большому футболу И Эдем Утиков, который также участвовал в многих соревнованиях Среди первого курса он сейчас играет Выступает, точнее, в составе сборной команды КФУ По легкой атлетике Также баскетболистов у нас достаточно В этом году также штучный товар 2-3 человека на баскетбол 1-2 хороших на волейбол На футбол, к сожалению, пока не увидели Потому что соревнований еще не было Они будут как раз на следующей неделе анонсировать Предвкушаю эти соревнования Но я, как уже говорил, самое главное, наверное, для меня Чтобы лучше пришел один хороший первокурсник Чем 5-6 средних Пусть мы проиграем в спартаке от первокурсников Но в общей спартаке они усилят нашу сборную И будут действительно ключевыми игроками Я думаю, это, наверное, важно для меня Как это в спарторге И я думаю, другие в спарторге тоже с этим могут согласиться Помимо мини-футбола Нас еще ожидает плавание и веселые старты Вот три вида спорта Какой из них мы можем взять Ну, давай на золото замахнемся Объявленные веселые старты, потому что Мне уже это весело, да? Это тоже Потому что все виды Это как плавание, шахмат, теннис В мини-футболе невозможно подготовить за месяц Ты не можешь за месяц сделать шахматиста Ты не можешь за месяц сделать теннисиста, футболиста и пловца Это все основывается на том, что они занимались в школе И наша задача как спарторга Просто найти эти таланты Которые когда-то либо занимались, имели разряд И их включить в эти соревнования Что касается веселых стартов То здесь уже как раз роль спарторга Как менеджера, как тренера Который сможет подготовить студентов первого курса К этим соревнованиям И я надеюсь, что в этом году У нас удастся это сделать И как раз-таки в этих соревнованиях В веселых стартах Мы можем уже бороться за призовые места Потому что здесь уже действительно будут Сделать акцент на подготовку А не на те качества и таланты Которые они приобрели в школе Итак, давай теперь подытожим В итоге три вида спорта у нас осталось Мы делаем ставку на веселые старты Но кто может нам так палки в колеса Повставлять среди других институтов Вот наблюдая за институтами На протяжении трех мероприятий Традиционно это, конечно Эконом Челны, юристы И я думаю, что и Маиф Потому что у Маифа тоже очень классная система организации Они всегда подготавливают своих спортсменов тщательно Несмотря на то, что спортсменов у них также не так много Но спортивные организаторы в этом институте работают очень хорошо Хорошо, но я надеюсь, что в нашем институте работают еще лучше наши спортивные организаторы В частности, ты, Денис Давыдов Был сегодня у меня в студии Спортивный организатор Института социально-философских инук и массовых коммуникаций Итак, следующий вид спорта Мини-футбол 7 октября В Униксе С 9 до 14 Это пока по предварительной информации Все больше вы узнаете в группе ВКонтакте Ссылки вы видите сейчас здесь на экране Также в описании для тех, кто смотрит на Ютьюбе Денис, большое спасибо, что к нам пришел Спасибо Рома, что позвал Да, еще увидимся Обязательно и на футболе увидимся И на этом все Сегодня мы заканчиваем программу неделя спорта Увидимся уже на следующей неделе Меня зовут Роман Полинсков Увидимся, пока Субтитры сделал DimaTorzok